Новая возлюбленная писателя и телеведущего Евгения Петросяна 29-летняя Татьяна Брухунова пожаловалась на ненавистников, атаковавших ее инстаграм после того, как она в преддверии Нового года дала интервью Дмитрию Борисову в программе «Эксклюзив». Реклама по словам Татьяны на момент их с Евгением Вагановичем знакомства он был одинок и вызывал желание помочь. Также она уверяла, что невиновна в распаде звездной семьи. На тот момент артисты уже не жили вместе. Однако, несмотря на эти откровения, градус ненависти в ее микроблоге только повысился. «Сколько злости меня сейчас окружает, объемы зашкаливают. Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка, и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брони», написала Брухунова в своем инстаграме. Устав от непрошенных советов и ценных мнений незнакомых людей о ее моральном облике, Татьяна попросила оставить ее в покое. «Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе. Они мне не нужны. Уходите, пожалуйста, отписывайтесь», призвала Брухунова. «Отметим, что нашлись и те, кто не присоединился к травле, а поддержал девушку, посоветовав ей не реагировать на мнения совершенно посторонних людей. Не обращайте внимания, это скоро закончится. Уверен, вы станете отличной женой и мамой», написал Татьяне благосклонно настроенный подписчик. В настоящее время пара отдыхает в Барселоне. Несмотря на то, что влюбленные благоразумно не публикуют в соцсетях совместных снимков, по фотографиям в их микроблогах понятно, что они посещают одни и те же места. Поселились Евгений и Татьяна в одном из самых роскошных отелей города, посещают модные рестораны и, судя по всему, хорошо проводят время. Напомним, что в середине ноября 2018 года Хамовнический суд Москвы официально расторг брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко. СИУД только что удовлетворил наши требования о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком, цитирует адвокат Апетросяна Сергея Жорина ТАСС. Информация о предстоящем разводе артистов, проживших в браке более 30 лет, появилась в начале августа 2018 года. Из сообщений СМИ следовало, что Степаненко якобы рассчитывает получить 80% совместно на житого имущества. Сами юмористы мало комментировали ситуацию. Петросян говорил, что надеется на нормальное общение с бывшей супругой, тогда как Степаненко заявляла, что их расставание – дело житейское. Адвокат Жорин неоднократно отмечал, что сторона артистки старалась всячески мешать расторжению брака, препятствуя вынесению вопроса в отдельное производство. После одного из заседаний, которое прошло в начале осени, он также подчеркнул, что если Степаненко согласится на получение половины совместно на житого с Петросяном имущества, их спор завершится в кратчайшие сроки. Был удивлен, когда их сторона заявила, что Степаненко хочет даже меньше 50% имущества. Это, конечно, поворот, заявил он в интервью газете. Ру, надеюсь, что данные желания они также задокументируют и приложат к материалам делам. Тогда спор будет закончен уже в первом же заседании. Пускай даже не меньше 50%, а именно половину, если все действительно так, вопросов больше нет. Но мне все-таки кажется, что это было сказано для красного словца, так как ранее она говорила о каких-то 57%, сейчас уже другое число, нет последовательности. Кроме того, по его словам, сторона Степаненко сильно сгущала краски, заявляя о травле женщины в СМИ. Что касается заявления адвоката Степаненко о якобы идущей в СМИ травле ее клиентки, то, на мой взгляд, эти обвинения являются необоснованными. Никто никого не травит и не может травить. А вот то, что она хочет большую часть имущества и за это ее осуждают люди, это логично, отметил он. В свою очередь адвокат Елена Забролова, которая представляет интересы Степаненко, в одном из интервью подчеркнула, что ее клиентке очень больно из-за происходящего в округах развода.